В нынешних экономических реалиях в условиях низких цен на главные казахстанские экспортные товары энергоносители в стране вновь заговорили о развитии зеленой экономики. Эта тема становится все более актуальной с приближением выставки Экспо-2017. Здравствуйте, меня зовут Сергей Корняков. Вашему вниманию программа «Кабинеты». Энергию солнца и ветра в Казахстане, конечно, используют, но пока доля неиссякаемых источников в общей энергосистеме страны ничтожная мала. Можно ли экономить на энергосбережении миллиарды тенге? И как научить рядовых казахстанцев использовать энергию будущего? Об этом и не только. Беседуем сегодня с председателем правления коалиции «За зеленую экономику и развитие G-Global» Салтанат Архимбековой. Салтанат Тимиркуловна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Корняков, программа «Кабинеты». Очень приятно вас приветствовать в этом кабинете. В нынешних экономических условиях, в условиях низких цен на энергоресурсы, роль зеленой экономики в мире. Жить в этих условиях нельзя жить, как прежде. Кто стоит на месте и не движется вперед, тот движется назад, гласит известная пословица. Одним из сильнодействующих лекарств от кризисов является основанная на инновациях «Зеленая экономика», переход которой сегодня становится и новым брендом Казахстана, как программа партнерства «Зеленый мост», «Экспо-2017», «Глобальная энергоэкологическая стратегия». Как сегодня утверждают многие эксперты, в мире достаточно изобретено высокоориентабельных зеленых технологий, чтобы не только восстановить гармонию человека с природой, но и получить новые источники бюджетных доходов или поступлений, создать новые зеленые отрасли, побороть безработицу, оживить экономику. Проблема в чем? Проблема в том, что опыт эксплуатации, опыт применения таких технологий, он малодоступен. Одними рекламными проспектами или рекламными какими-то другими документами, интернет-статьями невозможно внедрить инновации. На сегодня так получилось, что мы эти технологии можем освоить, они уже есть. И на сегодня оказалось, что Казахстан, заявив свою тему «Экспо энергии будущего», мы на тысячи, по крайней мере, на сотни лет вперед возглавили этот процесс именно освоения таких технологий для того, чтобы способствовать сохранению планеты, сохранению зеленого ресурса, зеленого актива планеты, уменьшить вредные воздействия производства. И поэтому очень важно сегодня рассматривать очень перспективно применение зеленых технологий. Говоря об «Экспо», мы думаем о зеленых технологиях. Говоря о зеленых технологиях, мы подразумеваем «Экспо», роль вашей организации, в организации этой масштабной выставки. Действительно, «Экспо» – это масштабное мероприятие, которое имеет историю в 160 лет. «Экспо» – это большая витрина, на которой демонстрируют достижения человечества по заданным тематикам. На сегодня она задана тематика энергетика будущего, энергии будущего. И поэтому в 2017 году Казахстан способствует демонстрации мировых достижений по энергетике будущего. И здесь очень важно, насколько сами казахстанцы могут вынести и предложить миру какие технологии. Мы провели конкурс «Онлайн Экспо-2017». И сегодня можем говорить, что казахстанская наука, казахстанская инновация, она может экспортировать новации. Это огромное достижение, которое мы сегодня имеем. И это, во-первых. Во-вторых, наша организация – Коалиция за зеленую экономику развития G-Global в мае 2014 года, заключив меморандум с нацкомпанией «Экспо», стал общественным стратегическим партнером. И поэтому в течение этих полтора-двух лет Коалиция занимается именно выявлением новаций, ученых разработок, практикой применения зеленых технологий, которые есть у нас в стране, для того, чтобы можно было внести свой вклад в продвижение тематики. Так как энергия будущего, она связана с тремя подтемами. Это снижение выбросов СО2, что коррелируется с задачей «Экспо». Второе – повышение энергоэффективности, что опять же коррелируется с задачей «Экспо». И третье – доступ энергии для всех. То есть увеличение доли возобновляемой энергетики вообще в целом в энергетике. Для того, чтобы эта тема стала более близкой, и она сегодня влияла на экономику, и сегодня, как мы говорим, служила рецептом в нынешние кризисные времена, что именно применение зеленых технологий, мы специально для этого способствовали тому, что с партнерами при грантовой поддержке международной организации программы «Про ООН» создали в 35 километрах буквально от города Станы, в селе Арнасай, возле Вячеславской водокомилищи, это Аршалинский район Акмолинской области, демонстрационный центр зеленых технологий. Причем объект работает на 15 зеленых технологиях. Не один, не два, 15. То есть сегодня в этом демонстрационном участке установлены солнечные панели, солнечные коллектора, солнечный колодец, установлены такие технологии для особенно сельского хозяйства, важные, как новые модификации или новые поколения теплиц, солнечные биовегетарины. Мы совместно с Министерством энергетики, с Министерством индустрии и развития прорабатываем работу такого принципа, как ЭСКО, энергосервисных компаний. То есть предприятия, поставщики зеленых технологий могут выступить энергосервисными компаниями, поставляя на социальные объекты, бизнес-объекты, возмещать затраченные ресурсы за счет того, что экономятся ресурсы. Приведу маленький пример. Вот в Вячеславке, почему мы там появились, и именно там создали этот центр, потому что там в течение пяти последних лет сельская школа, в которой учатся всего 130 учеников, квадратурой этой школы 2000 квадратных метров, они в течение пяти лет применяют пиролизные печи, применяют светодиодное освещение, применяют капельное рашение, применяют электроэнергию. Вот у них есть технический класс, где благодаря двум панелям получают свои киловатт энергии. То есть вот эти примеры реально действуют и живут, и показали свою эффективность вот эти последние 3-5 лет. Так вот, это маленькая школа. Применяя все эти технологии, экономят бюджетных ресурсов ежегодно 2,5 миллиона тенге. Представляете, в стране около 20 тысяч таких объектов, сельских, школ, районных, больниц, там, ИСВА и так далее, и так далее. Даже взять эту минимальную сумму 2,5 миллиона тенге в год и 20 тысяч таких объектов, 50 миллиардов можно получать экономии в год. Смогут ли обычные люди в вашем центре научиться использованию этой энергии будущей? Отличный вопрос. Конечно, смогут. Поэтому почему? Потому что это здание эксплуатирует селяне и консультирует по этим технологиям именно селяне, которые каждый день эксплуатируют это оборудование, имеют уже и житейский опыт, как это эксплуатировать. Так как еще одно важное преимущество таких технологий, что они не требуют постоянного присутствия человека, постоянного сервисного обслуживания. И в этом перспективы таких технологий. И хотелось бы погордиться и сказать, что технологии-то установлены отечественные, отечественные производители. Потенциал Казахстана в развитии зеленой энергетики. Что больше всего для нас актуально? Энергия солнца, энергия ветра или другие какие-то источники энергии? Для нас, наверное, имеет большой потенциал именно солнечная энергетика. И то, что сегодня появляется очень много отечественных компаний, которые выпускают солнечные коллектора, солнечные панели разных модификаций. И что у нас кремниевое производство развивается, потому что в основе солнечных панелей именно кремни. И поэтому для нас очень перспективно и имеет огромный потенциал именно солнечная энергетика. И у нас эти есть инновации, и они заслуживают большого внимания. И сегодня мы этим инноваторам содействуем к тому, чтобы выйти на опытный образец, как эти эксперты и сами инноваторы уверены, после опытного образца перейти на промышленные, и цены в разы могут упасть. То есть если первый опытный образец, над которым мы работаем, всего стоит 2 миллиона тенге, то после втиражирования они будут стоить всего лишь 800 тысяч тенге. Спасибо вам за интересную беседу. Удачи в вашей работе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин